Всем привет! В этом видео мы с вами познакомимся с условной структурой IFVBA. Давайте начнем. IFVBA – это очень важный инструмент для работы с условиями, при исполнении которых производятся определенные заданные нами действия. Как всегда, давайте изучим данную тему на наглядном примере. Для этого давайте создадим таблицу с именами, предположим, студентов, и их оценками в каком-нибудь предмете. Пусть это будет макроэкономика. Это будет наше заглавие. В первом столбце у нас будут имена, а во втором – оценки и в объем где-то 5 имен. Итак, столбец с именами мы с вами заполнили. Теперь давайте рандомным образом проставим оценки нашим студентам. Для этого воспользуемся следующей формулой. Пусть оценки будут от тройки до пятерки. И вставим данную формулу во всю область. Ну, давайте пусть у кого-нибудь все-таки будет тройка. Отлично, ладно, так тоже пойдет. И чтобы данная область у нас не была динамичной, то есть постоянно не изменялись данные значения, вставим их как значения. Я их скопировал и вставляю как значения. Теперь это у нас не формулы, как вы можете заметить в данном окне, а обычные значения, то есть они не будут меняться. Окей, теперь давайте начнем знакомство с нашей условной структурой if. Для этого зайдем в VBA и напишем нашу процедуру для урока. Давайте наш первый пример приведем на примере оценки Андрея. Итак, открываем нашу условную структуру словом if. Затем мы пишем условие. Пусть наше условие звучит следующим образом. Если наше значение в ячейке B3 равно 3, то есть оценки Андрея, то пусть выведется диалоговое окно с надписью 3. Давайте запишем это. Итак, смотрите, мы открыли нашу структуру if и написали. Если значение в ячейке B3 равно 3, затем следует следующая часть нашей структуры, это слово тогда, то есть then. Смотрите, если значение в ячейке B3 будет равно 3, тогда... И в следующей строке пишем, что же будет происходить. Мы хотели, чтобы в нашем диалоговом окне вывелось слово 3. И всегда не забываем также закрывать нашу структуру if. Делаем мы это посредством того, что пишем and if. И давайте проверим. Окей, то есть видите, Vibir у нас проверил, какое значение у нас в ячейке B3. Оно равно 3, и поэтому в диалоговом окне вывел слово 3. И давайте в качестве примера, например, поменяем нашу тройку на четверку. Сейчас ничего не произойдет, как можете видеть, поскольку условие не выполняется. У нас в ячейке B3 стоит значение 3, а не 4, поэтому ничего не происходит. Вернем назад. И обратите внимание, при этом в данной структуре мы можем также использовать и другие математические условия. Вот наш список с основными примерами математических условий в условной структуре if. Давайте приведем пару примеров с несколькими из этих условий. Пусть у нас, если значение в ячейке B3 меньше чем 5, будет выводиться диалоговое окно с сообщением значение меньше 5. Пропишем это. Если у нас в ячейке B3 значение меньше 5, тогда будет выводиться диалоговое окно с фразой значение меньше 5. Проверим. Значение меньше 5, потому что в ячейке B3 у нас стоит тройка. Теперь попробуем другой вариант. Итак, смотрите, если в нашей ячейке B3 будет значение больше 2, тогда будет выводиться сообщение значение больше чем 2. Проверяем. И значение вправду больше чем 2. Смысл условий «меньше или равно» и «больше или равно» понятен, так что мы их не будем особо рассматривать Но давайте с вами посмотрим последнее условие То есть записываем это следующим образом, как показано в нашей табличке То пусть будет писаться «значение не равно 2» Запускаем «значение не равно 2» в ячейке B3 Давайте то же самое проделаем с нашей ячейкой B4, то есть с оценкой Анны Проверяем «значение не равно 2», поскольку оценка 5 Но если мы поставим, например, сейчас на 5, то есть если в нашей ячейке B4, то есть вот это Значение не равно 5, тогда значение не равно, и здесь поменяем 5 Запускаем, и ничего не происходит, потому что у нас в данной ячейке значение как раз-таки равно 5 Кроме того, мы также можем проверять и текстовую информацию при помощи условной структуры if Давайте приведем следующий пример Если значение в ячейке A5 будет равно имени Иван, то пусть выводится диалоговое окно с надписью «Студент Иван» Давайте проверим «Студент Иван» И правду, смотрите, ячейка A5 «Студент Иван» И теперь давайте сделаем следующее Поменяем ячейку A5 на ячейку A7 Запускаем И ничего не происходит, потому что у нас в ячейке A7 записано имя не Иван, а Николай И как вы можете догадаться, точно так же с текстовой информацией мы можем использовать следующее выражение То есть не равно Если значение в ячейке A7 не равно слову Иван, пусть выводится и поменяем с вами сообщение Пусть это будет просто не Иван Окей, проверим «Студент не Иван» Смотрите, то есть у нас ячейка A7 И студент у нас, правда, Николай Поэтому, собственно, и происходит данное действие Конечно же, внутри нашей структуры if мы можем указывать сразу несколько различных команд Для этого каждую из наших команд мы просто перечисляем в отдельной строке Давайте это сделаем и на этот раз поработаем с нашим студентом Николаем И производим несколько различных действий И опять-таки для наглядности давайте выполнение каждой из команд будем отбивать диалоговым окном В котором будет говориться, что определенный шаг был сделан То есть, смотрите, будет проверено значение в нашей ячейке A7 Это Николай То есть данное условие будет выполняться Поэтому будет сперва выведено диалоговое окно с надписью «Студент Николай» Затем стиль написания данного текста будет изменен на полужирный Завершение данного шага будет отбито нашим диалоговым окном, в котором это будет написано Затем цвет нашего шрифта будет изменен на красный И то, что данный шаг также выполнен, будет выведено в нашем диалоговом окне Итак, давайте проверим Студент Николай Стиль шрифта изменен на полужирный И цвет шрифта изменен на красный Отлично Окей, кроме того, наши условия, естественно, могут крутиться не только вокруг значений Внутри определенной ячейки То есть, смотрите, давайте приведем пример Вот наш пример Мы обращаемся с вами к стилю написания текста в ячейке А7 И смотрите То есть, если у нас согласно данному условию Стиль написания текста в данной ячейке полужирный То есть range font bold равно true Тогда будет выводиться диалоговое окно Стиль шрифта полужирный Проверяем Стиль шрифта полужирный Но если мы с вами поменяем ячейку на А6 То есть Анастасия А здесь у нас обычный стиль написания шрифта То ничего происходить не будет Кроме того, естественно, в нашей условной структуре if Мы можем задавать несколько условий И в данном случае пример будет более наглядно привести При помощи нашего цикла forEach Смотрите, давайте будем проверять значения в данной области От ячейки b3 до b7 Для этого сперва начинаем наш цикл forEach С того, что объявляем переменную Кстати, посмотреть, как работать с циклами for и forEach Вы можете в этом видео Нажимайте на подсказку сверху справа А пока давайте продолжим с нашим примером Итак, смотрите Для каждой ячейки в области от b3 до b7 От b3 до b7 То есть вот данная область Теперь открываем нашу структуру if Давайте сперва напишем простую с одним лишь условием Окей, смотрите Мы пройдемся по каждой ячейке в нашей области от b3 до b7 И проверим, находится ли в каждой из ячеек значение 5 И если это будет так, то будет выводиться диалоговое окно с надписью 5 Давайте для наглядности, чтобы это было более понятно Будем писать это следующим образом Запустим Теперь мы с вами хотели посмотреть, как задавать несколько различных условий Для этого мы с вами пишем фразу else if Else у нас значит иначе и if То есть следующее наше условное значение И давайте напишем следующим образом И точно так же скопируем нашу данную часть кода Вставляем И смотрите, будем проверять теперь на четверку Если данное условие будет выполняться, будет выводиться у нас Диалоговое окно 4 И давайте добавим еще одно условие То есть мы можем добавлять столько условий, сколько нам хочется Следующее условие у нас будет для тройки И теперь давайте запустим и проверим То есть смотрите, для каждой ячейки в данной области Начинается с первой ячейки У нас это данная ячейка Если у нас значение равно 5 То выводится следующее сообщение С именем студента и надписью 5 Но в случае с Андреем данное условие не выполняется Поскольку у него оценка 3 Следовательно, VBA идет к следующему условию Если значение равно 4 Тогда выводится диалоговое окно с именем студента То есть один сдвиг влево И надпись 4 Опять-таки у Андрея данное условие не выполняется Поэтому VBA переходит к следующему условию И наконец здесь наше условие выполняется И поэтому выводится желаемое нами диалоговое окно Затем VBA переходит к следующей ячейке Это у нас ячейка B4 И точно так же проходится по каждому условию Причем в случае с данной ячейкой B4 Сразу наше первое условие будет выполняться Поэтому будет выведено диалоговое окно с нужной нам надписью И так с каждой следующей ячейкой Кроме того, в нашей условной структуре IF Есть такая фраза как ELSE Она пишется следующим образом Пишем ELSE Ставим двоеточию И смотрите, здесь мы будем писать Что будет происходить, если ни одно из данных условий не будет выполняться Для этого давайте немного поменяем нашу проверяемую область С области B3 до B7 на область B2 до B7 То есть мы с вами включили еще и эту ячейку в нашу проверяемую область И смотрите, как раз эта ячейка B2 у нас не будет соответствовать ни одному из данных условий И пусть в таком случае у нас будет выводиться какое-нибудь другое диалоговое окно Давайте не будем ничего особо выдумывать Просто поставим вопросительный знак То есть смотрите, в отношении значения каждой ячейки Будут проверяться три данных условия И если ни одно из данных условий не будет выполняться То у нас будет выводиться диалоговое окно с вопросительным знаком Причем данный вопросительный знак у нас будет выведен первым Поскольку первая наша ячейка в данной области Это с неизвестным нам, скажем так, значением То есть ни пятерка, ни четверка, ни тройка. Проверяем. То есть видите, вопросительный знак. Ну и далее обычные оценки, как это было до этого. И давайте познакомимся с еще одной особенностью данной структуры. Для этого нашу область ячеек поменяем на ту область, где у нас перечислены имена. То есть от 3 до а7. Также открываем нашу структуру if. И смотрите, если значение в нашей ячейке будет равно имени Николай. И здесь мы с вами знакомимся с следующей особенностью данной структуры. Это то, что мы можем задавать сразу несколько условий в одной строке, которые должны одновременно выполняться. То есть смотрите, мы пишем and. Cell checked. И как мы с вами видим, в данной строке у нас текст написан полужирным стилем написания. И давайте запишем это. То есть смотрите, что мы написали. Если у нас значение в ячейке проверяемой будет равно имени Николай. И стиль написания в данной ячейке будет жирным. Тогда пусть будет выводиться какое-нибудь диалоговое окно. И давайте проверим. Окей. То есть у нас VBA прошелся по каждой из этих ячеек. Всего одна соответствовала данным двум критериям. И поэтому было выведено данное сообщение. Если мы с вами сейчас уберем полужирный шрифт написания данного текста, уже ничего выводиться не будет. Видите, ничего не происходит. Таким образом мы с вами можем объединять сразу несколько различных условий. То есть смотрите, например, давайте вернем обратно наш полужирный стиль написания шрифта. И добавим еще одно условие. Теперь у нас три условия. Значение Николай. Стиль написания полужирный. И цвет красный. Опять-таки, если даже одно из этих условий не выполняется, ничего у нас не выводится. Окей. То есть мы с вами можем проверять определенные ячейки на соответствие сразу нескольким условиям. Теперь мы с вами познакомимся с еще одним пунктом касательно нашей структуры if. Это фраза or. То есть или. И смотрите, давайте. Если у нас значение в ячейке, проверяемой, будет равно имени Николай, или же имени, например, Анна, то пусть у нас выводится значение данной ячейки. Запускаем. У нас выводится Анна. Все остальные ячейки не соответствуют. И теперь только выведется Николай. Окей. Отлично. Вот мы с вами и познакомились с самым-самым важным касательно нашей условной структуры if. И кстати, что я еще коротко хотел сказать. Обратите внимание на стиль написания нашего кода. Для того, чтобы он был более читабельным, мы всегда используем данные отступы. И данные отступы мы с вами используем для большей читабельности внутри каждой из определенных структур. То есть смотрите, для обозначения всех действий внутри нашей процедуры, то есть внутри фразы sub and sub, мы используем один отступ. Его мы делаем с вами при помощи, давайте я удалю, при помощи клавиши Tab. Мы нажимаем Tab и производится данный один отступ. Затем внутри следующей структуры, внутри нашей процедуры, также производится еще один отступ. То есть видите, это у нас два отступа. Раз, два. И вот мы можем видеть, где начинается наша структура if. И затем уже действия внутри структуры if также обозначаются одним отступом. И таким образом мы с вами хорошо можем видеть, где у нас какая структура открывается и закрывается. Для этого, кстати, очень удобно использовать, то есть предположим, нам нужно весь этот кусок сдвинуть налево. Мы не будем это вручную удалять. Мы можем использовать данные кнопки. То есть смотрите, выделяем то, что нам нужно и сдвигаем влево или же сдвигаем вправо. Окей, я думаю, мы с вами подошли к тому моменту, когда уже можно вам давать домашние задания. Ваша задача будет заключаться в следующем. Нужно, чтобы вы при помощи структуры if и цикла for each пробежались по оценкам в нашем столбце оценок. И соответственно, каждой оценке поставили в ячейку справа от нее описание данной оценки. Описания будут следующими. То есть если пятерка, пусть здесь стоит отлично, если четверка, хорошо, если тройка, удовлетворительно. А решение этого домашнего задания вы увидите в следующем видео уроке. Всем удачи в выполнении домашнего задания. И, конечно же, пишите в комментариях, получилось ли у вас выполнить данное домашнее задание. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Увидимся с вами в следующем видео. Пока!